Он открывал и закрывал рот и совершал разные движения. Это были не его движения. Как будто бы кто-то его изучал. Я не совсем понимаю. Но видите ли, у меня было такое впечатление, движения его были неестественными. Они не имели никакого смысла. Ведь каждое движение, в общем, что-то значит. Но движения ребёнка не должны что-то знать? Движения ребёнка беспорядочны, а те... Те были методичными, что ли, как будто бы кто-то хотел выяснить, что он способен делать руками, ногами, лицом. Вот хуже всего было с лицом. Оно было живым, но нечеловеческим. И больше ничего? Это всё, что вы видели? Нет. Но остального я не помню. У меня так дрожали руки, что я... Не мог как следует держать эту руку. А вам не кажется, что... ...я является мыслящей субстанцией? Кстати, гипотеза этого уже много лет не имеет аргументов, которые бы или подтвердили, или опровергли её. В редакторах, сказать, верующих остались немногие. И в первую голову те, кто связан с судьбой... Это передача солярицы. Сейчас на этой колоссальной станции, рассчитанной на 85 человек, работают всего трое. Это астробиолог Сарториус, интересующийся проблемой непохожего белка, который в своё время отставил идею биологической конструкции, способной существовать сознательно на основе подавления деталей недробящимся в целом. Во имя торжества особого вида полиметрии, что ли. Кибернетик Снаут, посвятивший всю свою жизнь попытке расшифровать эту шараду, связанную с проблемой бесконечности, где постановка вопроса о понятии бесконечного, возможна лишь в приложении к человеческому существу. Физиолог Жигибарян занимается на станции проблемой соотнесения объективного знания с мефисофильски ограниченным, геоцентричным, что ставит его в положение учёного, изучающего, как это не дико, нечеловеческие аспекты и увлёкшегося идеей ограниченной цельности существ, населяющих Землю. Итак, соляристика в тупике, и кризис её налицо. Для того, чтобы найти форму выражения этого краха, достаточно... Я звоню из города. Бертон.